Рад Перископ Йо-йо-йо Йо-йо-йо, здорово Че, ребят, смотрели Лигу Чемпионов? Это же пиздец какой-то Всем салют Да это пиздец, там Рома вообще что творит Просто, блядь Фаворитов имеет вообще Прям как на рэп-баттлах, короче Один недооценил, а второй просто Захуячил 3.0 Жестко Захуячил Вот поэтому, конечно, Лига Чемпионов, блин, за ней всегда интересно в любое время наблюдать. Такие матчи проводят ребята, там вообще просто отдаст. Наверное, все бутмекерские конторы там бешеные коэффициенты ставили. Так, когда падала капельна. Слушай, я думаю, не скоро, потому что сейчас какое-то затишье, в принципе, по этим фишкам. Вот сейчас нас будут кормить ФБ Менторовской. Вот, я думаю, сейчас это будет основное. Ну, помимо тех Лиг, которые идут там. Да-да, пришлось без пивка за рулем. Ну, вообще будет. Насколько мне известно, да, будет. Я думаю, ближе к весне уже это все раскочегарится, так и встанет на лыжи. Ну, и типа сейчас-то куда гнаться. Там еще пока, там заявки. В любом случае, месяц где-то будут ребят еще отбирать. Молодых и голодных. Да-да-да, всем привет. Ну, это не знаю, это мои личные какие-то мысли. У меня никакой инсайдерской информации по этому поводу нет. Но, типа, ааа, уже же весна, господи. Это просто в Петербурге до сих пор холод собачий, блин. Ощущение такое, что что-то еще не настала весна. Точняк. Так что я думаю, наверное, скоро уже какая-то информация уже блеснет. Уже все страждущие смогут ворваться. Слушай, я не знаю, а это так плохо. Блин, количество подписчиков неужели влияет на что-то? Ну, вот. Блин, как ехать-то сейчас? Наверное, налево. Поедем-ка мы по обводнику. Мимо зала ожидания, где проходит рвать на пятах. Поедем с вами, ребятки. Йо-йо, салют. Или мы быстрее проскочим по московскому. Может быть и по московскому, кстати. По трекам. Ну, слушай. Скоро выйдет трек от Преподобного. Такой интересный. Ну, я думаю, в ближайшее время. Вот. Если конкретно типа от меня, то это сейчас... Ну, грубо говоря, не выбраться просто, не записать. Ну, вот. Есть тоже забавные прикольчики. Антилогик. Ну, слушай, это же угар. Мне это придумали. Вот. И я подумал, что это забавно. Раз уж меня там слойком роднят, то пускай хотя бы так как-то... Сезон слова СПБ будет. Конкретно когда, это я вам вряд ли скажу. Не владею такой информацией. Не, нахрен поедем. Наверное, мы с вами мимо зала ждания. Йо-йо. Йо-йо. Нормально так. Вообще пустые дороги. Ну, что рассказываете? Давайте. Какие у вас впечатления по Лиге Чемпионов. Кто завтра будет смотреть так же эти бешеные матчи. Сколько шум занимает в жизни атмосфера? Очень сложный вопрос. Философский. Я, наверное, не смогу тебе ответить на этот вопрос. А вот и рвать на битах. Е-бой. И вон там справа зал ожидания, ребята. Там проходят охуенные батлы. вот здесь вот, в этом месте. До Лиги Чемпионов вообще какие-то психи вечные, блин. Матчи какие-то устраивают, ребята. Просто бешеные. Признаюсь, я, конечно, думал, что Ман-Сити дожмет Ливерпуль в первом тайме. Ну, что-то, блин, подкосил их судья как-то, блин. Все, Барса от Рома, это прям... Да это вообще пиздец. Барселона, блин, с таким нападением два удара, блядь, в сторону ворот. Ну, что-то это вообще не серьезно. За 90 минут, мне кажется, даже какой-нибудь, блядь, не знаю, Кокорин бы три удара сделал за 90 минут. Два сейва. Ну, блин, у меня вообще такое ощущение, что если бы сегодня в этот вообще сумасшедший день Реал бы играл с Ювентусом, мне кажется, они могли бы там вообще закамбенчить бешено. Потому что сегодня какие-то, блядь, пиздец, счета были просто бешеные. Ну, если, типа, в дерби, так сказать, английский премьер-лиги, было более-менее все понятно, потому что команда и так часто играет друг с другом. Конечно, Рома вообще просто сделал что-то невообразимое. Норм чуваков прошел отбор ФБ. Слушай, я не в курсе, кто там что прошел. Я такой же зритель, как и вы все. Вот. Так сказать, появляется видосик в приложке, то я смотрю, если есть время. Вот. Ну, насколько до конца это все зависит, конечно, от непосредственного противостояния. Ебаный в рот. И что, мне тут не проехать, что ли? Смотрите, какой пиздец. Это же просто пиздец. Вот как мне тут проезжать теперь? Надо было по московскому ехать. Вот, это же просто пиздец. Вот как такое возможно? Еще, бля, этот букет, юбаный, еще меня и задеть. У нас, как всегда, дороги ремонтируют. Вообще по-царски. Просто перекрыли все полосы. Великолепно. Блядь, ну это просто что-то с чем-то. Вы просто посмотрите на эту хуйню, которая едет. И вообще ни вправо, ни влево не взять. Ебнуться. Йоу-йоу-йоу, препод с нами. Вот этот чувак скоро зарелизит. Офигенный трек. Так что, скоро советую в группе палить. Вот. Это будет реально круто. Блядь, они даже, понимаешь, такое ощущение, что они там работают, просто там а-ля все. Блядь. Да полоса вообще вся перекрыта. Я не знаю, как так можно дороги делать. Ебнуться. Я сейчас еду, ну, по палатну, которая полностью снята. Ни одной полосы ничего нету. Вот до сих пор я еду, и как бы это все в работе тут. Влад, а ты где там уже мчишь? Да я-то доеду в любом случае. Вот уже вроде тут они нихрена не делают. Тут уже как-то почище. Ну, слушай, кольцо, типа, не вариант. Из центра проще так доехать. Тем более сейчас город абсолютно пустой. Ёпты. Пиздец. Ну, это лучше, чем кошка задавить, я считаю. Котик бы, наверное, меня не простил. Так, трек шока и славы. Слушай, ну, я послушал. Ну, это такой старый шок. Не знаю, старый добрый шок. Как бы ничего нового. Слава зачитал. Грубо говоря, о всем том, что с ним произошло за это время. Это было немножечко поинтереснее слушать, честно говоря. Вот. Шока я что-то вообще никак не воспринял. Вот. Ну, и такой специфический трек, не знаю. Я бы его себе не добавил, честно говоря. В аудиоплеер. Так. Не, ну, в смысле, ехать-то надо. Лигу чемпионов посмотреть. Это святое. Хорошей компании. Санки забрать, ты серьезно? Блин, я тут на днях ехал в такси, и у меня водитель, короче, говорит такой, давайте я сейчас остановлюсь, короче. Я думаю, ну, наверное, там, не знаю, подлить там что-нибудь там, типа, блядь, не знаю, омывайки какой-нибудь. Он говорит, посплю немножко и поедем дальше. А время, ну, там, часа три, наверное, ночи. То есть, типа, что за хуйня? Короче, я ехал с каким-то бурятом, который залипал, блядь, очень жестко. И, честно говоря, я думал, я сейчас куда-нибудь приеду, блядь. Потому что значение какое-нибудь не то. Ебанули цыгане. Так. Йоу, здорово-здорова. Всем тоже респекты. Респекты. Вы тут не спите. Подсоединились. Послушать монологи не особо. Так, ты на набережной уже, да? Ну, нормально. Чемпионат мира, Бразилия, Германия. Слушай, ну, тут тоже, блин, не знаю. Вот так заранее все-таки. Там может и какая-нибудь, условно говоря, как в тот раз, блядь, Исландия стрельнуть. Вот. Только не помнит. А, ну да, это был ЧМ. Вот. И как-нибудь, каких-нибудь фаворитов тоже бы выбить может. Так. На творчество, когда батлы. Батлы, не знаю. Один какой-то такой наклевывается, но не знаю, как сейчас это все совместить. Вот. Но это не акапельно будет. К акапельным, честно говоря, ну, не знаю, пока такое себе отношение. Пресытился лично я. Вот. Да и откровенно сил под битвы меньше тратится. И намного интереснее. Когда тебе особенно какой-нибудь инструментал подгоняет вообще бешеный. И ты, наоборот, хочешь, типа, сделать что-то реально крутое. Вот. Какие-нибудь матчи на чемпионат мира. Слушай, я думал, но посмотрел ценник билетов, короче, и это какой-то полный пиздец. Причем билеты остались на какой-то там Марокко, там, не знаю, блядь, в Коста-Рику. Ну, короче, на какие-то вообще матчи-помойки. И причем вот 15 тысяч, я думаю, что я, наверное, уж лучше трансляции посмотрел за такие бабки. Потому что все, где я подавал заявку, короче, уже билетов нет. Вот. Ну, я говорю про именно на эту зенитарь. Хотелось бы тут сходить, чтобы посмотреть. Ну, я не помню, что это было либо евро, либо это. Ну, я помню, что, типа, они стрельнули так неплохо, типа, там, дошли до финала, кажется, и там проебали закономерно. Но то, что на них там, опять-таки, никто не ставил, ну, всякое бывает. Главное, желание, как мы поняли сегодня по Лиге Чемпионов, что если уже шапка закидательством занимается, ребята, то, конечно, не получают вообще пиздец. Хотя первый гол у меня огромные вопросы к терштеге. Ну, что он прыгал, блядь. Как будто Акинфеев на рамах стоял. Прыгнул, блядь, руки убрал. Ну, слушай, сезон на слово СПБ это круто. Ну, это круто, как бы, на тот момент, когда, да, вот этим болел. Когда, ну, так сказать, самому, грубо говоря, ну, у тебя у самого есть желание и рвение, то это, конечно, намного больше сил ты отдаешься всему этому целиком и, соответственно, выхлоп такой. А когда немножечко упирается уже, ну, что такой ослабленный интерес, это, конечно, безусловно интересно, да, и посмотреть какой-то акапельный батл, да, мощный, реально мощный, из него намного больше впечатлений порой бывает, даже если там посмотришь батл на битах, там, где даже, может быть, уже и биток-то не тащит особо само выступление. Но, не знаю, с этим такое себе. Привет, привет. Клоп или Гвардиола? Ну, мы все поняли, что сегодня Клоп был, блядь. Что-то он смотивировал, ребят, но я, конечно, думал, что Ливер так это, что-то начнет предпринимать, потому что после первого тайма я думал, блядь, давайте Сити додавите, ну, хотя бы там в ничейку какую-то переведите. Ну, вот видишь, типа, блин, какая, так, агрессия такая в сезоне была обоснованная или все-таки наигранная. Ну, блин, понимаешь, на тот момент, когда ты выходишь, ну, у каждого свое, как бы, да, мировоззрение на в целом сезон, и когда какие-то вещи люди наблюдают, да, может быть, не с того ракурса, да, и у тебя складывается определенное к этому, ну, отношение, вот, и когда это отношение немножечко идет вразрез с твоим видением, естественно, тебе это немножечко бесит, вот, к слову, как бы все раунды, что у меня там были, я никогда, так сказать, не репетировал, типа, вот с этой хуйней, то есть, на самом-то деле, это все, ну, происходит в кругу, именно вот эти вот эмоции, которые выплескиваются, если, да, они выплескаются непосредственно в кругу, из-за них, как бы, так сказать, блядь, ну, не в ответе, то есть, у меня, например, там закладывалась строчка ее зачитать как-то более-менее спокойно, типа, сыграть на ней как-то, а в результате, когда тебя что-то там распыляет уже, то, ну, соответственно, как уже плывешь по течению и все, поэтому, не знаю, я бы так не сказал, потому что, когда ты начинаешь раунд спокойно и по ходу выступления видно, что в тебе вот это вот горит, да, вот, ну, это все-таки видно, а когда ты с ходу начинаешь там, знаешь, там, а-ля, типа, твое первое слово, блядь, так сказать, и ты врываешься туда, сразу начинаешь орать, вот это да, вот это уже, блядь, репетиции какие-то, нахуй, ебаные, РБЛ понравился кто-нибудь, отборах РБЛ, ой, не знаю даже, что сказать по этому поводу, потому что, ну, я не могу это осилить, я вот действительно посмотрел целиком, ну, нет, ладно, не целиком батл, типа там, где мовец против этого инвалида батлил, вот, и как бы, естественно, я колясочника перематывал, при всем уважении к нему, как человеку ограниченному физически, но это, ну, это вообще не уровень, если бы он выдавал, ну, реально, интересно было бы слушать, а так, не, мовца я посмотрел, мовец был неплох, но жестковат, конечно, ну, тут опять-таки, типа, какие скидки нужно давать, тут все правильно, на самом деле, он выстроил свою тактику против такого, вот, мне кажется, никто жестче, чем он, уже не забатлит этого паренька, почему антилойк, я же уже объяснял, типа, меня любят называть лойком, пускай лучше будет антилойк, СБ целуется с диктатором, походу, инфа ступроцентная, я не знаю, под звук, а, а, лещей фалина, одновременно, что ли, может быть, ты перепутал поцелуй с лещами, по звуку, почему с домашним в футбик не играешь, да домашний не зовет, негодяй, ну, вот, да нет, на самом деле, они там поляну, насколько я понимаю, выбирают, а так, с удовольствием, погамать футбол, это мое любимое дело, вот, ну, после батл рэпа, конечно же, так, что еще вам рассказать, неинтересно, блядь, ну, я знаю, что я за поняну, так, почему голкила слаб на панче, слушай, откуда я знаю, я бы не сказал, что прям так слаб, мне кажется, когда он действительно готовится, ну, там, не знаю, он выдает, а то, что, может быть, немножечко приелась какая-то тематика, ну, это уже дело восприятия самих слушателей, мне кажется, то, за что, грубо говоря, им понравился изначальный человек, потом это становится, как бы, ну, маветоном, это тоже неправильная, какая-то политика поведения, норм покатали, я ему напишу, собирай команду на улице покатаем, слушай, с удовольствием, зовите вообще без вопросов, сейчас, тем более, я надеюсь, уже погода немножечко улучшится, хотя можно и в Тюрьмухе побегать с удовольствием, в принципе, у меня всегда в багажнике тачки есть и, блядь, мяч, и форма, поэтому я с удовольствием, в любое, так сказать, время, только заранее немножечко сообщите, чтобы я как минимум успел собраться, если у меня никаких дел, мне реально нету, ну, вот, потому что и у меня народ заряженный, время гонял, больше в Миньку там зал ходили, вот, но, конечно, ближе к лету хочется именно попросторней побегать на свежем воздухе. Так, известность это когда Друган может пообщаться с тобой только в перископе. Ну, слушай, ну, я бы так не сказал, мне кажется, на дружине всегда надо находить время, особенно на людей там, с которыми ты немножечко там, больше путь прошел, как бы, все связи, они, ну, надо их поддерживать, я считаю, не только нужные связи, раз в год, я считаю, можно спросить там, не полениться, там, какой-то менее, такой, круг знакомых, как поинтересоваться, как у них дела, вообще, мне кажется, это нормальная вещь, в противном случае, типа, нахуй тогда, вообще заводить знакомство. так, ты, кстати, писал ему, домашнему, про футбол, если ты про это туда писал, вот, мы и созванивались, вот, так что, футбол, вроде как, должен быть, насколько я понял, Костя, тоже гаммы, нормальненько, ааа, дейрофл про то, что он мне пишет, да не, он пишет, потому что он в такси едет домой, типа, что еще делать, как не сидеть здесь, а вообще, слушай, давай, подключайся, может, у тебя люди хотят что-то спросить, типа, там, пойдешь ли ты на 140, о чем твой новый трек, когда релиз, я хочу его уже послушать, и прочее такое, он качает на битах охуенно, на мероприятии, нужен вайп, а не панчи, ну, смотря на каком мероприятии, вот, я думаю, что, не, тут любая вещь, как бы, может приесться, действительно, да, то есть, там, начиная от какого-то идлиба, который все там будут повторять, угорать, как бы, ну, потом это уже будет неактуально, уже менее актуально, менее прикольно, звучать, и поэтому ориентироваться всегда на это, конечно, нельзя, что тебя будут покупать, там, твой флоу, твои строки, надо делать, как тебе нравится, экспериментировать, вот, никто ни в какие рамки, как бы, ну, лично, сам себя не загоняет, как правило, это делает публик, типа, понравилось определенное, там, вещи у человека, и им хочется вот этого, но если подстраиваться так, под тренды, то это, ну, такое себе, блядь, что, не видишь, там, что ли, Влад, Владос, я на самом деле уже пригнал, вот эта вот скорость, это называется пустой Петербург, так, подбитые, да, мечтают, Влад, знаешь, там, где 6, там и 66, магическое число, блядь, вот мудак, встал прямо на повороте, конченый, конченый таксист, че, как думаешь, Влад, я опять сейчас не найду места, где встать, мне кажется, у меня опять там, блядь, аншлаг, да, да, это чел из толпы, эки преподобный, эки святой отец, блядь, блядь, о, местечко, 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 можно сразу сюда, или пойти посмотреть, я думаю, сразу встанем, так, так, ребятки, сейчас раз поставлю, немножечко подальше, вот это мне повезло, конечно, сегодня в натуре какой-то день странный, и место парковочное есть, прям вообще удобное, что происходит, блядь, нахуй это дерево, айбады, ебой, так, давайте посмотрим, что там у вас, так, чел из толпы, да, конечно, нужно подписаться, йоу-йоу, ну, что, Влад, давай мы тебя дождемся, пока ты там доедешь, и попрощаемся со всеми, так, рвать на битах, а, ну, в принципе, в принципе, тут уже и народец выпрыгивает, что-то Артурчик так и не подканекился, ни хрена вам не видно, там, ребята, это у меня район такой, толком ни одного фонаря вообще нет, блядь, все, Влад тоже выпрыгнул, ну, и где, куда он пропал, нарвать на битах, согласен, на 140 надо было рвать, так, да я же постоянно читаю про свой район в баттлах, по сути, новокапельных, а, ну, вон, все, он мне маякнул, так, что давайте, ребята, всем спокойной ночи, ждите завтра Лигу Чемпионов, потому что это по кайфу, а вот он, блин, и сюда прыгнул, не, слушай, тут даже, когда перемещусь, в ближайшее время все равно будет тот же самый, еу-еу, спасибо, спасибо, взаимно, все, всем спокойной ночи, Влад, давай, это Мэйн, спасибо, спасибо,